Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Гизель-Кисленко. Сегодняшнее видео будет посвящено обзору одной готовой продукции, то есть мороженого. Моя сестра представляет поставщика по торговой марке Рудь. Сейчас мы вам более детально покажем ассортимент по мороженому. Всем добрый день, я зовут Настя и я представитель торговой фирмы Рудь. По мороженому у нас сейчас выходит очень много новинок. Есть очень много старых видов мороженое, которые есть только либо в больших супермаркетах, либо только в оптовых точках. Многие просто еще не пробовали это мороженое, но оно очень вкусное. И сейчас Миша вам продемонстрирует литвина. У нас вот такое мороженое, есть более вкусное и с дополнительным, есть более простой. Из таких вот классных новинок, которые у нас присутствуют, вот недавно вышло, это лен-клен. Очень классное мороженое. Ой, я извиняюсь. Ничего страшного. Само по себе оно по вкусу, я его пробовала. Оно идет с кленовым сиропом. Лен, семена лена, кленовый сироп и само мороженое. То есть оно вкусное, сиропа там много, то есть там не обманывают. Его в принципе можно покупать, пробовать, брать. По продажам, вот покажи витрину, видите, по продажам у нас вот все разлетается, абсолютно все. Это просто не смотрите. У нас разлетается абсолютно все. Это я только что просто доложила. Ну, вот это все в принципе можно пробовать. Довольно-таки ненормальные цены. Вот есть эти тирамису. 15 гривен стоит рожок. Это нормально, это недорого. Плюс у нас куча акций, постоянных видов акций, скидки для того, чтобы вы пробовали наше мороженое. Отлично. Отлично, то, которое мороженое мне нравится, это радость. Наше умевшее мороженое, оно есть вот такое. Оно есть вот такое. И также есть вот такое. На палочке. Да. То есть вот такие все виды, оно в принципе одинаковое, но рожок самый вкусный из-за того, что здесь много глазури, много посыпки. То есть, как бы, если брать вот такое, оно просто идет более цветное мороженое с легкими оттенками фруктов. А если брать вот это, оно идет более как замороженный рожок. То есть это, на моем смысле, рожок самый вкусный. В общем, вот такие вот дела, ребята. Мы сейчас еще бедра покажем, которые у нас выжили новинки. Ну, понял, типа, то, что полкилограммовое, то, что мы до этого выкладывали. Так что ждите продолжения. Ну, вот дальше у нас идет представление. Дальше у нас идет витрина обычная, вот с моим мороженым. Даже у нас идет, повторяются некоторые виды. Некоторые виды, как вот фруктовое, вот такое вот мороженое, они мне повторяются. То есть это, только здесь на этой витрине есть такое мороженое. Оно очень вкусное само по себе. Его у меня разбирают больше всего именно чернику. У нас есть дыни лайм и полунатики. Но черника вот, почему-то люди считают ее самым топливым. Также у нас мороженое, которое соответствует ГОСТу и всем правилам изготовления мороженого, это мороженое эскимос. Вот такой. Его все берут, потому что говорят, что очень классный ГОСТ, хороший состав и вкус. То есть, ну, если вы хотите вот более натуральное мороженое, берите эскимос. Оно чуть дороже, но вы знаете, что это натурально и что это вкусно. Идем дальше. Нашумевшие мороженое, самые бюджетные для людей, которых нету просто денег, чтобы себе позволить дорогое, в прорезе. Все, я думаю, его знают. У нас у них есть белый и шоколадный. Цена одинаковая, всего 5 гривен. Я считаю, это недорого, можно себе позволить в день. Это меньше, чем даже проезд. Это, то есть, оптимально. Дешевле проезд, я думаю, по нынешней мерке. Ну, а то есть, какого более пустого. Мы должны идти дальше. Вот у нас эксклюзивная бюджет. Вот так, да, супер. У нас здесь медерочки. Это у нас, на день мы вышли фисташка-макарун. Представь, сейчас. Вот она. Вот. Фисташка-макарун, новое мороженое. Очень вкусное, его грибут постоянно. Второе, идет мороженое черничное печень. Черное печень. Вот, черное печень. Я извиняюсь. Вот такая вот полферноломовая ведерочка. Она есть вару сейчас в Снеге. И также у нас есть манго. Его берут быстрее всех. Я не знаю, почему. Тоже вкусное, неплохое мороженое. И также многие задавали вопрос часто. По поводу мороженого вот такого. Баунтид, Твик, Сникетс. Все задают вопрос, что это за мороженое. Чиенок. Это наше мороженое. Мы его производим. Это аналог обычной шоколадки. Просто в охлажденном виде. Попробуйте. Пусть вы ничем не отличаются. Но просто вот прикольно для себя будет понимать и осознавать, что это такое. Я лично уже пробовал Сникерс. Поэтому готова вам сказать, что вот очень вкусно. Вот реально очень вкусно. Когда вы у нас его разбирают в первую очередь, то это еще Сникерс. На втором месте идет у нас Баунтид и Твикс почему-то берет меньше всего. Ну, Сникерс он всегда был популярнее. Дальше у нас есть блок. Вот здесь вот. Так, сейчас чуть-чуть подправлю моего братика. Вот, вот, шикарно. Это у нас этот блок эскимосиков. Тоже наше мороженое. У нас есть простой, точнее простой шоколадный эскимос. Опять, видите, кто любит брать большие упаковочки. Вот такая классная упаковочка. Тоже классный ГОСТ. Берите, пробуйте, кушайте с фруктами. Просто так, как угодно. Вообще, топовое мороженое. Его еще очень классно использовать на молочные коктейли. У нас его оптом закупают для хороших кофейней, чтобы делать коктейли. И также есть такие виды мороженого в стаканчике. Супер шоколад и пломбир. Но на витрине пока что только супер шоколад. Не привезли еще поставки. Но тоже очень вкусное, очень классное мороженое. Идем дальше. И получается финальная наша точка. Это тубусы у нас есть, получается, вот в прорезе наше мороженое. Здесь должен быть сегодня шоколад, но его нету, его разобрали. Дальше у нас идет детская, получается. И еще дальше радуга и соточка. Они еще не разобрали, но разбираю почти сильно, потому что вкусные. Плюс тубусы недорогие и они находятся зачастую в акции. Ну, в принципе, по мороженому все у меня так. Более обширный ассортимент мы сейчас можем посмотреть в принципе в Новусе. Там будет большой ассортимент порошкам. Так что, до встречи, Новусе. И так, значит, мы продолжаем съемку по поводу ассортиментов мороженого ручь. Вот здесь вот, к вашему вниманию, представляется тоже вот тубус супершоколад. Он здесь, он таки здесь оказался, потому что в Арусе его не было. Вот он, вот он коричневый. Вот такой вот. Ну, вот здесь вот так вот видно. Вот так вот видно. Он рядом с Крещатиком лежит. Тут еще райдуга обычная детская. Ну, такое, тоже любят и обычное детское мороженое дело. И вот еще вот килограммовый вариант тубуса. Ставится от Туму-Розова. То есть, у них вот такой вот мой ассортимент вот еще. Еще здесь вот в Новусе тоже вот сейчас вам покажу. Вот выставка детского мороженого обычного. И здесь вот сверху есть еще вот такое вот. То есть, упакованное типа в такой вот в обычную бумажную упаковку. И вот нормально вот такое дело. Ну, тут полиска я здесь почему-то не наблюдаю. Не знаю, может быть, он здесь где-то есть. Посмотрим. Давайте сейчас еще вот здесь вот глянем. Влосунка. Вот еще эскимос. Эскимос номер один. Обычный эскимос. Еще там что-то такое. Да, что-то. Дальше, дальше, дальше. Дальше. Так. Ну, в принципе, здесь больше ничего такого интересного. Сейчас подойду, так сказать, к представителю. К своей сестре, так сказать. Настя, я тут, короче, заснял. Я нашла статью 134 Конституции Украины. Если к нам прикопается, я просто ее чисто снимаю. Да, снимаю. Я просто ее чисто предоставлю людям, потому что мы имеем право снимать в том случае, если мы не снимаем других людей. То есть мы имеем право снимать себя. Мы имеем право снимать товар. Но мы не имеем право снимать людей без их разрешения. То есть если я сейчас пойду к человеку, спрошу, можно мы его снимаем? Я скажу, да, я имею право снимать. А так, меня не имеют право запрещать. Потому что магазин является общественным местом. Это, кстати, закон Украины. Я специально, я просто не знала, какая-то статья. Я прочитала, если к нам что-то подойдет, я смогу свободно. Но они не имеют право запрещать просто. Потому что вы говорили. Мы не хотим конфликта, но пускай предоставят мне статью, которая запрещает. Я тогда изменюсь и уйду. Но поскольку такой статьи не существует, мы будем продолжать. Вот мы ничего не будем, как бы снимать, как-то так. Заморозка не актуальна, людям. А вот мороженое я уже снял. Это получается пара вида. Вот пара вида в баночке. Она дорогая. Я не знаю, вкусная она или нет. Но ее у нас не берут сильно часто, потому что она дорогая. Сильно дорого людям получается. Так что это все не мы. Это все мы можем убрать свободно. А мы вот только вот. О, еще есть кемос органик. Покажи, людям. Конечно, сейчас покажем. Это наша новинка. Тут больше ничего интересного. Тут уже ничего нет. Ну давай, короче, расскажем, что тут. Вот этот момент я забыл слегнуть. Здесь еще замолошенный йогу. Вот такого типа клубничный. Он идет, по-моему, по сколько тут? По старой регрингу, это идет один плюс один. Ты берешь один, всталет, едет в подарок. То есть ты по факту берешь за два сголи и купил. Ну это, ну это так, это новосовская акция такая вот. Ну а что это надо? В принципе, все. Сейчас перейдем к подведению итогов. Давайте приступим к подведению итогов. Мы сегодня все-таки встретились. Спустя сколько времени? Спустя где-то месяц, может быть, если не больше. Но это не важно. Самое главное то, что мы все-таки свидетели. Спускай ненадолго. Потому что мы и так редко видимся раз в пятилетку в последнее время. Ну да, учитывая то, что мне сейчас еще дорабатывать. Ну да, еще на стухе еще на работу. Мне там по своим делам надо поехать еще, порешать свои вопросы. Но это дело такое. Во всяком случае, на этом мы будем наш выпуск заканчивать. Будьте здоровы все, никогда не болейте. Да, побольше отдыхайте, смотрите чаще наши влоги. Пишите идеи, что нам нужно будет снять еще такого интересного. Что бы вы хотели послушать, что вам не нравится, что вам нравится. Мы послушаем, сделаем итоги, выводы. И сделаем именно тот контент, который вы бы хотели видеть у нас на канале. Обязательно. Так что подписывайтесь, пишите комментарии. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Кому не нравится, диск лайк. Да, мы адекватно реагируем и на критику, и на поддержку. Потому что критика это всегда классно. Это помогает тебе развиваться. Это мотивация. И не появляться корону. Поэтому любим вас все. Подписываемся, лайкаем. И до новых встреч. Всем пока, друзья. Всем удачи.